Микс Ньюс Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Выбывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой, все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой на Радио Балком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья У нас в гостях сегодня замечательный музыкант, скрипач Концертмейстер Латвийского государственно-симфонического оркестра Основатель и владелец частной музыкальной школы В Дюссельдорфе Скрипач Георг Саркисян Здравствуйте, Георг Добрый день Конечно, будем говорить о музыке О классической музыке О том, что вы сейчас играете Во время карантина И все-таки, несмотря ни на что Какие творческие планы И немного о вашей биографии Каким образом сейчас вы оказались в Дюссельдорфе А не в Риге В своем родном городе В Дюссельдорфе я уже 15 лет назад оказался Вы уже живете на два дома Я живу на два дома по-прежнему В Риге работа, мама А в Дюссельдорфе жена Маленький сын И, конечно же, школа, про которую вы уже сказали Да, и тоже работа Работа и в Германии, и в Риге Но сейчас везде перерыв Хотя, наверное, есть уроки онлайн Как у многих Да, это касается в основном нашей школы Мы 160 учеников перевели на онлайн-обучение Это был совершенно невероятный акт И административный, и технический Но получилось, да Многие занимаются Да Какие специальности в вашей школе представлены? Все струнные инструменты Фортепиано, гитара очень популярны Есть также и вокальные занятия Ну, наверное, самый популярный все-таки класс у гитаристов Есть парочка духовых инструментов Кроме, конечно, медных Чтоб не злить соседей И ударных пока что нет В помещении не позволяю Сколько лет в вашей школе уже? Уже идет восьмой год Как вы решили открыть свою частную школу? И кто у вас преподает? Это была совместная идея Моя двоюродная сестра А также два моих друга Мы учились вместе в школе В консерватории Роберта Шумана Тут же в Дюссельдорфе Как-то эта идея выросла из желания Создать какую-то Знаете, как немцы говорят Вторую ногу То есть какое-то альтернативное Предприятие, занятие Потому что музыкант неразрывно связан Со своими руками И тьфу-тьфу, не дай боже Можно очень быстро остаться без работы Поэтому хотелось какой-то вот Подушку безопасности А это школа традиционного музыкального образования Как мы привыкли в Латвии, в России Или это какие-то альтернативные методы обучения Используете? К сожалению Да нет, методы мы используем все те же Но в гомеопатических дозах Потому что немецкого школьника Подростка заставить заниматься Так, как занимаются наши ребята Невозможно Не хватает примера Не хватает среды Нет вот этого вот раздражающего фактора Что кто-то делает это лучше, чем я То есть все это занятие Это все непрофессиональный уровень Когда мы открывались Мы думали, что у нас будет Каждый пятый ученик Будет более-менее серьезно заниматься Но я должен сказать Что это, наверное, каждый сотый только То есть это каждый сотый Который потом выбирает свою Музыку, выбирает свои профессии И продолжает обучение уже в консерватории, да? Да И такие тоже, конечно, есть То есть в консерватории Тут, в общем-то, приходят С гораздо На более слабом уровне, чем у нас Но зато приходят действительно По собственному желанию То есть какой-то автоматике Что, ой, я 12 лет играл на инструменте И придется продолжать Этого нету То есть это осознанный выбор Так что есть и плюсы и минусы Вот в этом вот свободном подходе К музыке, как к хобби В таком обучении, да? А вот вы сами Вы говорите, у вас сын растет Сын или, сказали, ребенок Я сразу решила, что сын А ребенка своего, сына Будете обучать музыке Или все-таки он пойдет по другому пути? Этого пока никто не может сказать Я думаю, что музыка точно никому не повредит И если у него будет желание Пускай занимается, но Никакого насилия Вы сами преподаете в этой академии В вашей школе музыки? Немножечко У меня пару частных учеников Для того, чтобы преподавать По-настоящему нужно все время находиться на месте Особенно для подростков и детей Это невозможно Кроме того Преподавать детям Это совсем другой опыт То есть со студентами У меня нет никаких проблем А дети Это нужно знать репертуар Нужно знать методику Это очень непросто Так что лучше никому не портить жизнь А в Дюссельдорфе Помимо вот этой Как бы получается У вас больше менеджерская работа Если я правильно поняла А творческая работа присутствует? Играете там концерты? Выступаете в оркестре? Конечно Во-первых, я играю везде Где меня еще помнят Куда зовут Это еще продолжается Со студенческих лет Все эти контакты Это все Конечно же Из-за работы в Латвии и Риге Это все пришлось подсократить И Если вам звонят И вы не соглашаетесь Может быть позвонят еще раз Но это, к сожалению Отмирает Какая-то часть Вот этой деятельности Но тем не менее Очень активно Я играю В одном оркестре Я даже годик поработал Туда регулярно зовут И на фоне этого Естественно Вспыхивают Какие-то дополнительные Полтурки И концерты Я очень люблю Частные концерты дома Для меня это Любимый жанр выступления Вы дома организуете? Дома организуете? Таких много Дома организуете концерты? Не в своем доме, конечно же Нет-нет В Германии очень популярно Какое-нибудь семейное событие Отметить Небольшим получасовым Часовым концертом Я поняла Расскажите Как вы сами пришли к музыке? Во сколько лет Начали заниматься? Где учились? Ну, когда каждый день Мама встает Идет на работу Со скрипичным футляром У вас мама скрипачка Да, она работает В том же оркестре Тоже в Латвии В этом же оркестре, да Где вы сейчас концертмейстер Да Да, в опасной близости От того места, где я сижу То есть Каждый раз раздавая Какие-то ценные указания Я рискую ужином Так мы шутим В семье Понятно То есть выбора не было Я не представлял Что люди могут заниматься Чем-то другим Выбор всегда есть Но если нравится То дети, конечно, идут По стопам своих родителей Она вас сама обучала Игре на скрипке Или вы у другого Педагога учились? Она попыталась Во сколько лет Вы взяли скрипку? Пять лет Как раз вот В том возрасте В котором и нужно начинать Пару семейных скандалов Я отправился в музыкальную школу К педагогу К Датце Берзе Да У нее был замечательный класс Там я и отучился 12 лет До того, как Поехать в Дюссельдор Вы сразу поехали Или учились сначала В Латвийской Академии Музыки? Нет В Академию Музыки Меня бы не взяли Потому что Я очень ленив Я не сдал бы Все эти тонны Теоретических экзаменов Это было выше моих сил И как-то хотелось Поскольку двоюродная сестра Уже была в Германии Она училась В Ахине У меня была возможность Мне было где жить И Была информация О педагогах То есть Я уже на последнем Курсе На третьем курсе Школы Дарзин Я уже одной ногой Находился в Германии Уже как Юнг-штудент То есть Да Но тем не менее Несмотря на то Что вы побоялись Поступать в Латвийскую Академию Музыки Вы сейчас преподаете в ней Да Это парадокс Я надеюсь Что никто об этом Не вспоминает О том Что я обещал туда Никогда не поступать Но я ничего не говорил О преподавании Поэтому Все должно быть хорошо Много у вас учеников В Академии? Нет У меня Два Ученика Напополам То есть Из-за того Что я много отсутствую Я их делю Заведующим кафедрой Очень Очень хорошие ребята Они очень Очень интересуются Занимаются Очень талантливые То есть Мне повезло У меня У меня только те ученики Кому бы я действительно Хотел преподавать Это всегда здорово Заниматься тем Что больше всего нравится Как вы стали Концертмейстером Латвийского Симфонического Оркестра? Вереница Случайностей Как оно Очень часто В жизни бывает Я поначалу Сыграл конкурс На место Третьего Концертмейстера И также Продолжал Находиться В каком-то Подвешенном состоянии Я еще учился После Диплома И концерт-экзамена Это еще старая Система Немецкого образования Когда появился Бакалавр Магистр В Германии Как раз В 2010-2015 Году Переходила На эту новую систему Я решил Что мне магистр Тоже может понадобиться Я так и не доучился Иначе У меня были бы Полные 10 лет Образования То есть Как и многие студенты Я пользовался Студенческими льготами Налоги Проездной И прочее Да Но уже По сути не учился То есть я работал Немножечко в Риге Немножечко в Германии И когда оркестр Открыл В очередной раз Они регулярно Проводили конкурсы На это место Я решил попробовать Почему нет Лучше иметь Какую-то работу За собой Чем Сидеть на телефоне И ждать Когда кто-то позвонит Насколько сложна Работа концертмейстера Симфонического оркестра И почему это Всегда первая скрипка Это первая скрипка Которая отвечает За все то Что будет не так Я думаю Что не сложнее Чем любая Другая ответственная Профессия Она больше административная Или больше творческая Вот творчества Как раз На этом месте Не так много Потому что Как посредник Между дирижером И Ну посредник Это условно Но все таки Под началом Дирижера Волей-неволей Приходится исполнять Произведение Тем образом Который Который Задумал дирижер И в этом И заключается Моя работа Помочь Вот этот замысел Как бы Перенести На оркестр Ну по крайней мере В той сфере В которой Концертмейстер Может оказать Какое-то влияние Да Концертмейстер Как бы должен Отрепетировать Сложные места Устроить эти репетиции А вот Концертмейстер Всего оркестра Вы Регламентируете Репетиции Всего оркестра Как бы Или Только скрипок Нет-нет Это просто Полномочия Которые Позволяют Мне Встать И выразить Своё недовольствие По поводу игры Скажем Любого Музыканта В оркестре Но это Как правило Этого не приходится Делать Потому что Всё-таки В оркестре Более-менее Интеллигентные люди Работают И Какая-то Самодисциплина Присутствует И опять-таки Дирижёр Это его задача Вести репетицию И вести её Таким образом Чтобы результат Был качественным Рассказывают Бывают такие случаи Когда Дирижёр По каким-то причинам Не Не является На концерт И в таком случае Концертмейстер Стоёт За дирижёрский Пульт Бывал ли у вас Такие случаи И готовы ли вы К такому Это страшный сон Страшный сон Музыканта Нет Дирижировать Это отдельная профессия Невероятно сложная И Если Вот этот вот Концертмейстер Есть такие Которые параллельно Учились дирижированию Умеют Дирижировать И какой-то Репертуар До какой-то Определённой степени Сложности Могли бы На концерте Перенять И такое действительно Бывало Я бы не смог Потому что Те пару раз Когда Некоторые Дирижёры Хохмы ради Просили меня Немножечко Подирижировать Чтобы пойти в зал И послушать Как это звучит Я понимал Что Да Дирижирование Дело тёмное Это огромный Пласт умения Работы И наверное Какой-то особый Склад ума И ещё и энергетика А с кем Больше всего Вам понравилось Сотрудничать С дирижёром Латвийский симфонический Оркестр Дирижил со многими Выдающимися Сотрудничал со многими Выдающимися Дирижёрами Вот с выдающимися И понравилось Ну расскажите Скажите Какие имена Федосеев Синайский Борис Янсен Царство ему небесное Всё-таки Один раз Удалось И с ним поиграть Каждый Каждый Из Дирижёров Гостей Чем-то Чем-то Интересен Они же Очень разные Да И мне кажется Что нужно Самому Как музыканту Искать Какой-то Контакт Находить Какие-то Интересные Грани Вот этой Творческой Личности Которая Стоит Перед Оркестром Иногда Стоит Не очень Творческая Поэтому Интересный Музыкант Перед Оркестром Это уже Само По себе Событие Бывает Такое Что После Какого-то Яркого Выдающегося Дирижёра Оркестр Сохраняет Как бы Вот эту Струну И На этой Волне Продолжает Ещё Кое-то Время Играть В том же ключе С которым Он проработал Например Вот Само Слово Часто Говорили Об этом С мамой Что Само Слово Маэстро Это Учитель То есть Это Человек Который Должен На таком Уровне Чтобы Он был Скажем Так Умнее Вот этих 100 Музыкантов Которые Всех Вместе Взятых И выше Да И выше Да И творчески И духовно И вот Великие Дирижёры У них Есть Какой-то Свет Сверху То есть Они смотрят Гораздо Дальше Чем Музыкант Потому что Игра В оркестре Это Камерная Музыка Это Очень Быстрая Реакция Это Там Очень Много Технической Компоненты Не только В разумительной Более-менее Качественной Играть На своём Инструменте Но ещё И как-то Всё это Делать Вместе С остальными И вот Дирижёр Когда он Над оркестром Он смотрит Уже На пять Шагов Вперёд Когда У него Есть Вот эта Мудрость Вести Репетиционный Процесс Так Чтобы Музыкантам Помочь Не замучить Там Где Поправится Само По себе А Поставить Какую-то Цель Которая Останется Слегка Мечтой То есть Немножечко Будет Недостигнута Вот тогда Процесс Интересен Тогда Перед входом В филармонию Без 15.2 Когда заканчивается Репетиция Музыканты По-прежнему Стоят Обсуждают Переживают Вспоминают Бывает Так Говорят Что Конечно Самый лучший Дирижер Оркестра Это Как Родной Отец Главный Дирижер Который Постоянно Работает Постоянно Проводит И это Всегда Слышно Когда Тот же Владимир Федосейф Дирижирует Большим Симфоническим Оркестром Чайковского В Москве Или Михаил Политнев Российским Национальным Оркестром И здесь Точно Так же Есть ли Так Когда Выходит Ваш Главный Дирижер Александр Пога Андрис Пога Выходит И Оркестр Играет Намного Легче Он знает Чего Ожидать Знает Что означают Жесты Потому что Все равно У каждого Дирижера Своя Артикуляция И не всегда Жесты Понятны После Двух Чаще всего Две Репетиции Редко Бывают Три Репетиции С дирижером И не всегда Могут Все Понять Что Хочет От него Дирижер И вот Насколько Легче Вам Играть С Андрисом Погой И Насколько Действительно Оркестр Чувствует Себя Как под Защитой Единым Организмом Определенно Легче Потому что Во-первых Действительно Мы знакомы То есть Если С любым Новым Дирижером Которого Мы еще Не встречали До того Какое-то Время Будет Потрачено На знакомство Хотя Я должен сказать Что в Латвии Все-таки 4-5 Репетиций Дается На каждую Программу Это много Это не Англия Где две Репетиции И вперед То есть У дирижера Есть шанс Изменить Интерпретацию Произведения То есть Это с приезжими Дирижерами Вы можете Репетировать 4-5 Раз Правильно Да Это люксус Это Действительно Это роскошь В наше время Когда везде Экономят И все должно В кратчайшие строки Обрести Какие-то формы Да Это потрясающе И Вот Перед нашей Небольшей рекламной Паузой Еще немного Поговорим О вашем Концертмейстерстве Да То есть Когда вы Играете в оркестре Вы слышите Стараетесь слышать Только себя Или только Скрипичную группу Или Слышите Весь оркестр Вот Все что вы Перечислили Вот это все Я должен Одновременно Слышать И еще Реагировать На это И Где-то Помочь А где-то Не мешать Где-то Активнее Ввязаться В процесс Где-то Наоборот Отступить То есть Это очень Динамическое Очень динамическое Такая Очень динамичный Процесс Скажем так Какие произведения Вам больше всего Нравится исполнять Вот с симфоническим Оркестром Вместе Вообще Любые Любые Которые Исполнены Хорошо То есть Я получаю Удовольствие Как от Крупного состава В какой-нибудь Симфонии Малера Или Брукнера И С таким же Удовольствием Я поиграю Что-нибудь Из венской Классики В малом составе Все зависит От того Доставляет ли Это удовольствие Есть какое-нибудь Любимое Произведение Ну Наверное Знаете Идет сезон За сезоном Очень сложно Вспоминать Что Что было Играно Когда Нет Просто Какое-нибудь Любимое Сочинение Латвийского Композитора Или русского Композитора Тот же Малер Или тот же Брукнер Последнее время Вот как раз таки Брукнер Очень Очень как-то Меня подкупил Своей Кто-то из музыкантов Очень хорошо Сказал Брукнер Это земля То есть Вот это Ощущение Вот как запустить Взять горстку Чернозема Вот это Брукнер Причем Немецкая земля Это ощущается Это чувствовать Вот это Как-то было Очень интересно Зимой мы играли Восьмую Брукнера Да Брукнер и Малер Достаточно часто Исполняется Латвийским Симфоническим Оркестром А кто выбирает Программу Для оркестра Опять-таки Это делает Андрис Пога То есть Он не только Главный дирижер Он и художественный Руководитель На нем Лежит ответственность Посоветовавшись С музыкантами Или Исходя из того Какие солисты Дирижеры Ведь он также отвечает За приглашенных дирижеров Кого позвать Когда Все это нужно согласовать То есть Это Огромная такая Художественно-административная работа От которой много что зависит Потому что публика ожидает Какой-то сбалансированный репертуар Где каждый что-то Найдет На свой вкус Дорогие друзья У нас в гостях Скрипач Концертмейстер Латвийского симфонического оркестра Георг Саркисян И мы вернемся К нашему разговору После небольшой Рекламной паузы Не отключайтесь Будьте с нами Дорогие друзья Мы продолжаем Нашу передачу Культурная среда С вами я Елена Привалова И у нас в гостях Скрипач Концертмейстер Латвийского симфонического оркестра Георг Саркисян Георг, расскажите Уже о своей концертной Сольной деятельности Удается ли совмещать С вашей Можно сказать Предпринимательской деятельностью Это частные школы В Дюссельдорфе Концертмейстерством В оркестре Удается ли что-то играть Еще соло Да, конечно И тут я злостно Использую свое служебное положение Я играю не так много программ Как это делал бы Какой-то солист на регулярной основе Но это где-то входит В моей обязанности Как концертмейстера Поддерживать свой Скрипичный Свой художественный уровень Поэтому такие концерты Необходимы И время от времени Вот тут я еще раз повторюсь Злостно Используя служебное положение Я сам составляю программы Которые хотел бы сыграть Стольные Или со своими коллегами Дуэты Трио Квинтеты Кроме всего прочего И камерную музыку Тут у меня иногда Не хватает немножечко Времени что-то спланировать Самому Я просто присоединяюсь К какому-то интересному Предложению Но в общем-то Я стараюсь Играть Только то Что я хотел бы играть Поэтому мне очень дороги Кроме Каких-то крупных Сольных концертов Все-таки раз в год Раз в два года Я стараюсь И такую программу Тоже подготовить Мне очень интересно Вот эти домашние концерты Когда я могу С организатором Договориться о том Что вместо Очередного вечера Крейслера Произведения Крейслера Или Вот всех этих Популярных Любимых публикой Конечно же вещей Что вместо этого Я сыграю две Сонаты Бетховена Например И в итоге Публика тоже Очень благодарна Потому что все-таки Это очень полноценные Очень яркие Очень серьезные Произведения И мне интересно В Рике часто играете? Часто играть не получается Потому что Все-таки Любое сольное Или камерное выступление Требует Многих часов занятий Да И это просто Не получается Потому что я Или я лечу в Ригу И играю каждый день В оркестре Или опять-таки Школа Еще и семья То есть Я думаю Что солист Солист это как правило Одинокий Неженатый Человек С большим количеством Времени Которое он разделяет Поровну между Сидением в самолете И занятиями В отельной комнате Вот Это не для меня Поэтому Я играю ровно столько Сколько хочу Это здорово Какие ваши Любимые залы В Риге? Знаете Ну Когда-то Очень Очень-очень Любил зал Вагнера Правда Его рано Закрыли Я еще Еще в школе Учился Это был Потрясающий зал Для камерной музыки Вот для такого Тесного общения С публикой Ну Наверное Мне важнее Само событие То есть Вот это вот Ощущение Какой-то Семьи Какого-то Вот Какого-то Интимной Атмосферы То есть Я больше люблю Маленькие залы Чем большие Хотя и Большие Собственно говоря Это Не проблема Это зависит Немножечко От произведений А кто ваши коллеги С кем вы в Риге Выступаете Потому что Понятно Что конечно Скрипка Может звучать И соло Это и сонаты Изаи И произведение Баха Но все-таки Скрипка чаще Играет Или с фортепиано Или в камерной музыке В струнном квартете Квинтеты Или с органом С кем вы играете В Риге Я бы очень хотел Кстати Сыграть с органом Это очень интересно Было бы В Риге Я играю С коллегами Из оркестра Это опять-таки Камерная музыка Которая входит В ряд концертов Самого оркестра Потом Клавесинистка Иева Солета Очень заинтересовала Своим предложением Сыграть Сонаты Баха Для скрипки С клавесином Это которые Контину С контину Или которые Которые Контина Да Шесть сонат Которые Да-да-да-да-да-да-да Вот три из них Три из них мы осилили Надеемся Еще три Когда-нибудь Сыграть Была мысль Делать это Этой весной Но К сожалению Только в интернете Если Да Если вообще А так Да Вот вы сказали Скрипка соло Пару раз Была сумасшедшая идея Последний раз Осенью Я играл Программу Где как раз Была Соната Из-заи Был Ми-мажорный Прелюд Баха Была Соло Соната Бартека И Кареглиану Каприса Для Красной Скрипки Что значит Для Красной Скрипки Это Очень Интересное Произведение Джона Кареглиана Американского Композитора Который Написал Музыку Для Фильма И Вот По Сюжету Фильма Скрипка Которую Сделал Скрипичный Мастер В связи Со смертью Его жены Он В отчаянии Так это По крайней мере Обыграно В фильме Плеснул В лак Скрипки Кровь Своей Погибшей Любимой Погибшей При родах И вот Эта вот Скрипка Она отправилась Потом путешествовать По всему свету Очень Красивая История И Музыку Он написал Специально Для скрипача Джошуа Белла Он ее И записал Для фильма Она звучит В фильме В полной Версии Но есть также Сокращенная Назовем ее Сиита Вариации Вот на эту Вот Тему Одно из Одно из Немногих Интересных Современных Произведений Для скрипки Любите ли вы Вообще Играть современную Музыку Хотя в принципе Если вы играете Сонату Бартака То Можно сказать Что любите Сонату Бартака Я избегал Десять лет Но в итоге Полюбил После того Как Наконец-то Нашел в себе Силы Разобраться С сонатами Хиндемита Сначала Очень Помогли Понять Почувствовать Эту музыку Дуэты Для двух Скрипок Хиндемита И опять-таки Бартака Это Это и благодаря Записанному Компакт-диску С педагогом И благодаря Тому Что у меня Есть пара Учеников Любителей Которые Как раз-таки Часть Урока Это вот Десять-пятнадцать Минут Вот такой Камерной Музыки И вот там Я познакомился С дуэтиками Бартака Здорово Вот Поэтому Это Логическое Развитие Привело К тому Что я Наконец-то Взялся За Соло Сонату И вот Как раз-таки Сейчас Не прекращаю Ей заниматься Мне в руки Попал Манускрипт Этой Сонаты Со всеми Пометками Со всеми Рабочими Листками Я нашел Издательство Которое В очень Ограниченном Количестве Выпустило Книгу Где все Это есть И должен Сказать Что я Был бы Очень счастлив Если бы Я нашел Это до Концерта Потому что Это совсем Другой взгляд На произведение Ну а как Можно будет Еще сыграть Это произведение Уже С другим Взглядом Это действительно Произведение Живет И оно Развивается Обязательно Обязательно Это огромное Произведение Которое Нужно играть Каждые 5-7 лет Возвращаться К нему Снова и снова И оно будет Все больше и больше Раскрываться А 5-7 лет Не слишком ли Большой срок Не забывается ли Сочинение Не уходит из рук Нет Оно же Где-то Все время живет То есть Все время Мысли как-то Возвращаются Причем Вне Рабочего Время Вне занятий Под душем В транспорте Где-то Вдруг Вспоминается Какой-то фрагмент И он Предстает В новом свете Музыкант же Взаимодействует С окружающим С окружающим Его миром То есть Я например Очень осторожно Отношусь К музыкантам Которые говорят Что я живу музыкой Я весь музыки 24 часа Меня так Подмывает Спросить Как в свое время Своего студента Спросил Ландау А когда вы думаете Месье Вот И для музыканта Тоже очень важно Какие-то Совершенно Отстраненные от музыки Занятия Какое-то хобби Какое у вас хобби Чтобы опять-таки Вернувшись к музыке Совершить какой-то Новый виток В мыслительном процессе И что-то Увидеть это по-другому По-новому Я вам вот Как раз хотела Получилось Немножко перебила У вас Какое у вас хобби Помимо музыки Музыка это профессия Хобби Я очень Непостоянный В этом плане человек Я очень быстро Чем-то увлекаюсь Потом бросаю Но из тех хобби Что зацепились надолго Это Радиоуправляемые самолеты То есть Их Конструирование И естественно Сам запуск И потом Все что связано С тем Чтобы достать Этот самолет С дерева И так далее Электроника Я очень увлекаюсь Микроконтроллеры Программирования Причем Не только Со стороны Программирования Но и со стороны Изготовления Самих устройств Вот такие вещи И естественно Поскольку в школе В Германии Очень дорого Услуги Ремонтных рабочих То в школе Я Как мы смеемся Больше ремонтник Чем Музыкант Вот как раз Этот месяц Мы потратили на то Чтобы отремонтировать Еще пару помещений Здорово Ну наверное Вы Если ремонтник Может быть Еще настраиваете Инструменты Настраиваете Рояли Фортепиано Мы немножечко Подстраиваем Потому что Обидно Звать Настройщика Если Расстроилась Всего Пару струн Да Но Это сложно Это тоже Своя профессия Это очень сложно Я помню Когда я Своё пианино Пыталась Настроить Это кончилось Тем Что я Порвала Струну Да То есть Я слишком Сильно Натянула Колок И Порвалась Струна Да То есть Это очень сложно Но вообще Все скрипачи Конечно же Рассказывают Еще о своем Инструменте Потому что Скрипка Это тот инструмент То есть Пианисты Органисты Играют на том Инструменте Который Дан В конкретном Месте Зале В церкви А у скрипачей Своя скрипка Одна Или даже Несколько Какой у вас Инструмент Я еще В студенческие годы Наконец-то Сумел приобрести Современную скрипку Конечно Потому что Работы Старых мастеров Ну это просто Неподъемные деньги Если кто-то Допустим Слушателям Может будет интересно Узнать Что Приличный инструмент На котором мог бы Играть музыкант Оркестра Это где-то 15-20 тысяч евро Действительно Хороший инструмент Для солиста Это 70-800 А вообще Скрипки заканчиваются Около десятка миллионов Но это отдельный Экземпляр Это работа Амати Гварнери Страдивари Потому что Это Почему Загадка Но все-таки Старый инструмент Видимо из-за того Что дерево Длительно пребывает Вот в этой форме Уже на инструменте Играют Идут какие-то Химические процессы Которые невозможно Не ускорить Не заменить Вот Поэтому мечта Мечта каждого музыканта Конечно старый Старый Хороший инструмент Вот Но пока Не заработаны Деньги Или Не взят кредит Я играю на современной Скрипке И немножечко считаю Что Ну Что дали На том и играть То есть Как говорили в Одессе Не имея амати А умея играть Ну конечно Скрипка Да Это больной вопрос Современный инструмент Не стабилен В чем-то очень стабилен То есть Концерт на открытом воздухе Не проблема Такой инструмент Беречь не нужно Даже если будет Немножко влажно Ничего страшного Не произойдет Вот Но с другой стороны Современный инструмент Первые 10-15 лет Меняется И моя скрипка Конечно Пару раз Капризничала Это очень неприятно Потому что Ты привыкаешь Обычно это случается На концертах Да Да Такое было И на концерте И даже расклеилось Один раз На концерте Капитально расклеилось То есть Да У нас была одна ситуация Мы играли Музыку-кино С вашим коллегой Гидон Гринберг Тоже скрипач И у него Что-то случилось Со смычком Мы отыграем У нас получилось В один день Было три концерта Программа Музыка-кино Мы сыграли Одну программу Он сказал Ой У меня что-то там Случилось с смычком Побежал в оперу И нашел у кого-то Не только смычок Но еще и скрипку И начал играть Вторую часть Второй концерт Начал играть Уже На новой Он говорит Я попробую и на новой скрипке Еще сыграть Она лучше Чем моя Но дело в том Что все равно Хотя Та же самая скрипка Но насколько Отличается Артикуляция И вот Наш коллег У нас было три У Ирины Валикжанина После того Как мы сыграли Шерлока Холмса Сказала Гидон Бери свою скрипку Обратно Только смычок Потому что Насколько отличаются Вот все-таки Действительно Вы могли бы Для наших слушателей Немного пояснить В чем такое отличие Скрипка Вот она одна и та же Четыре струны Смычок Ну бывает Чуть-чуть короче Чуть-чуть длиннее Но почему Настолько разительно Даже отличается И интонация Как только Начинаешь играть На другом инструменте Этот вопрос Авиакомпании Часто задают Почему вам обязательно Нужно лететь Со своей скрипкой Почему вы не можете Взять что-то на месте Это привычка То есть Каждый инструмент Ну в чем различие Не один мастер Ведь скрипка делается Кроме китайских Дешевых скрипок За 100 евро Скрипка делается Полностью вручную Из дерева То есть Дерево живой материал Руки мастера Не идеальны То есть Каждый инструмент Абсолютно уникальный И музыкант В процессе занятия На инструменте Привыкает Как к его преимуществам Так и к недостаткам То есть музыкант Инстинктивно учится Скрывать недостатки Этого инструмента И максимально Использовать его преимущества И несмотря на то Что всего 4 струны Палитра вот этих вот Компонент Она настолько богата Что уходит месяц Прежде чем То есть Конечно же Если я возьму Чужую скрипку В какой-то безвыходной ситуации Я более-менее Все на ней сыграю И такое и бывало Но вот действительно Вот эти последние 5% Которые отличают Профессионала И профессиональное Концертное исполнение На должном уровне Их можно достичь Только действительно Привыкнув к инструменту Это и Само звучание И то Как инструмент Реагирует На прикосновения То есть Мельчайший набор Я бы сказал Счет идет на миллионы Каких-то отдельных позиций Которые от инструмента К инструменту Изменяются Ученые Может интересно будет Кому-то Доказали Что То есть Выяснили Что музыканты Особенно Струники Скрипачи Находятся на втором месте После нейрохирургов По тонкости Работы руками Фантастика Меня слышно? Да Вас слышно Немножко застыло Видео Немножечко Тормозит связь Но Звук хороший идет Подушечки пальцев Ощущают Мельчайшие Изменения Под ними То есть И струны И неровности Грифа И форму инструмента Это все Оказывает Огромное влияние На игру Самого музыканта Вот Поэтому Вот Вот такая вот ситуация Свой инструмент И никакой другой То есть Можно сказать Что Когда Финалистам Ведущих конкурсов Там Брюссель Или конкурсы Чайковского На финал Дают Инструменты Старинных мастеров Страдивари Легварнери То это Весьма сомнительная История Да Ой Выключился То есть У нас Сейчас Немного Отключился Гость Мой вопрос Был Надеюсь Что он Успеет Дадать Этот Услышать Мой вопрос Что По поводу Скрипачей Вот К сожалению Связь у нас Оборвалась Георг Не в сети Но Передача Наша Почти Уже Подошла К концу И У нас В гостях Был Георг Саркисян А хотя Вот Вроде бы Он Опять В сети И мы Несколько минут Может быть Сможем С ним Еще Пообщаться Алло 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 Георг Ну вот Судьба Распорядилась Все-таки Иначе Не смогли Мы договорить На эту тему Но я думаю Что мы В следующий раз Когда у нас В гостях Будет Скрипач Обязательно Эту тему Обсудим Насколько Легко Скрипачам Освоится С новым Инструментом Когда им Выдают Скрипки Страдивари Из госколлекции На то Чтобы они Выступили В заключительном Финальном Туре И показали Все свое Совершенство У нас в гостях Сегодня был Скрипач Концертмейстер Латвийского Симфонического Оркестра Владелец Частной Музыкальной Школы В Дюссельдорфе Георг Саркисян Дорогие друзья Я с вами Прощаюсь В следующую Среду У нас будет Очень интересный Гость Вера Тривердиева Супруга Известного Композитора Микаэла Тривердиева Мы будем Говорить О его музыке О знаменитом Конкурсе Органистов В Калининграде Конечно же О всей Просветительской Деятельности Которую ведет Вера Гориславовна До новых встреч До следующей среды Субтитры